Добрый день, дорогие наши подписчики! Сегодня я хочу вам показать, как сделать букеты из конфет. Мы будем с вами делать вот такие вот красивые цветы. Внутри будет конфетка и вставлять их в вазу. Значит, для этого нам надо будут конфеты. Конфеты можно брать такие. Мы даже взяли дешевые конфеты. Вот такие вот мы тоже в серединку положим. Для этого нам нужна будет еще вот такая деревянная палочка, на которой будем наматывать конфетку. Различный разных цветов ковробумага нам нужна будет. Нужна будет коробочка, куда мы потом нальем пены и поставим наши цветы. Прежде всего, начиная, мы взяли вот такую вот коробочку купили, залили туда пены. Пена высохла в течение суток, и у нас уже есть основа для того, чтобы ставить наши цветочки, которые будут с конфет. Далее мы нашу ковробумагу порезали на такие вот полосочки, примерно 30 мм шириной. Желтый, желтый у нас пойдет, и красный, и красный. Вот это мы порезали и уже подготовили его к заматыванию. Друзья, то, что я вам рассказывала, вот у нас получились такие вот симпатичные конфетки на такой палочке. И сейчас я вам попрошу, как я их наматываю. Значит, берем конфетку, в данном случае у нас трюфель. Желтенькая бумажка у нас для того, чтобы сделать серединку. Наматываем. Гапрированная бумага. Гапрированная бумага, не гапрированная, а именно гапрированная бумага, да. Она имеет свойство растягиваться, то есть, когда вы ее наматываете, она растягивается. Теперь наматываем красную бумагу. После серединки желтенькая у нас идет красненькая, правильно? Потому что желтенькая это у нас тычинка, да? А дальше после лепесточки. Поэтому лепесточки какие хотите сделать? Чуть-чуть, чуть-чуть надо. Чуть-чуть надо, да. Чуть-чуть надо, да. Я забыла сказать, что у меня помощник есть сегодня. Это Анжела. Вот она снимает, она делает это видео, она молочинка. Привет всем! Кажи всем привет! Снимаем. Еще один помощник есть, лежит. Мы вам показывали, как Анжела сделала ему эту кроватку. И вот он лежит, там уже спит в этой кроватке. Кроватка из старой кофты дяди Валеры. Из папиной старой кофты. Продолжаем. Продолжаем, конечно. Пока я вам рассказывала еще один цвет, оно будет красивее. Снимаешь? Да. И у нас дальше пошла палочка. Мы ее приматываем, приматываем. Вот такую мы взяли, тоже красивую проволочку. Потому что проволочка называется, тоже в констоварах. Приматываем для того, чтобы она держалась хорошо. А Биткоин пока спит. Да, наши помощники спят, самое главное. Так, все, держится прелестно, замечательно. И последний момент, сейчас у нас вот обрезали. Зеленый. Значит, уже у нас есть, у нас уже есть лепесток. У нас есть срединка, конфеточка, самое главное. Срединка, лепесточки. Мы привязали красивой проволочкой. Мы сделали уже стебелечек. А теперь этот стебелек должен быть какой? Зеленый. Поэтому наматываем. Наматываем. Значит, мы должны как? Мы берем и растягиваем. Бумага гофрированная, она очень хорошо тянется. Поэтому растягиваем. И вот таким образом я беру и наматываю. Раз, раз, прокручиваем. Прокручиваем. Прокручиваем и растягиваем. Прокручиваем и растягиваем. Вот так вот. Да. И получается у нас прелестная наша ситуация. И вкусная, и красивая, и от души. Потому что свое. Идея для бизнеса, то, о чем я говорила, хендмейк. Ну, во время, как говорят, аппетит приходит во время еды, опыт, во время работы. Поэтому пока мы изготавливали наши вкуснейшие букеты, мы поняли одно. Что лучше всего конфетку сразу привязать к палочке. То есть берем вот нашу обертку, вот, привязываем к палочке. И берем нашу красивую проволочку. Наматываем. И тогда она хорошо держится. И дальше фантазия всегда не ограничиваем. Делаем дальше нашу прекрасную, вот Анжела сделала. Вот тебе я покажу. Замечательную конфету. Такая пышная, прекрасная. Ну, прелесть. Даже кушать жалко. Вот это уже наш букетик. Наш букетик начинающий. Да. О! Срединка. Если хотите пышную конфету, пышные лепесточки, просто надо растягивать. Раз, растянули. Ага. Опа. Yes. Так. И красиво. И вот такой вот замечательный. Мы так в шаль обмотаем. Варенбургский пуховый платок. Прелестно. Так. И зелененькая у нас идет стебелек. Стебелечек. Yes. Вот. Следующая у нас пошла конфетка. Не ослым кончиком. Наоборот. Нам не повредить. Диночка так всегда желтенькая. 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 Втроем уже. Ну а как же. Это ж работа для души называется. Поэтому можно и с песнями. Нам песня строить и жить помогает. Да. Как это было в нашей фионерской юности. Вот. Опа. Есть. Красотища. Красотища. Красота. Красота. Красотища. Красотища. Красота. Тра-ля-ля-ля. Красота. Бутон. А это уже раствор. А это бутон. Он такой здесь, он у нас красавец. А цель товарищу расходить. Так у нас приходится. Такие красивые. Сделали листики, потом мы их поставим. Там маншелы не красили, а внутри бутоны были. А потом листики наши. Есть. О, листики. Цветочек больше, чем... Ну, цветочки сейчас добавим конфеты. Красиво. Уже красиво получается. Главное, что вкусно. Угу. Ужмяшки. И красиво. И вкусно. Еще одна есть корзинка. Вот здесь. Всем, девочка, с 8 марта по корзинке. Да, он цветул свой дед. Так. Вот пока еще у нас цветочки. Сейчас будем добавлять цветочков. Вот три красинки. Такие цветочки у нас. Сюда еще можно какой-то мох сделать. Подумаем, с чего. С каких-то зеленых ниточков можно. Зеленые взять моллини. А, да. И туда можно зробить моху тут внизу. Так мы и зробим. Уже получается оригинально, да? Угу. И вкусно, главное. Главное, что вкусно. Сиды конечно эти с reinvani не включаются. Скольки, питочки у нас. Заполняем наши корзинки. Так уже почти. Майже, почти. Вроде бы по-руссийски мы там починали. Ну да. А мы зрозумели, на чему по-русски говорим. У меня дуже багато друзей есть из Руси, в Чеченской области. И эти друзей абсолютно не понимают украинского языка. Поэтому мы и вещаем на русском языке. А нам все равно, знали бы английский? Замечательно, если бы мы английский знали. Но мы его знаем, как он умолен. Ну что, когда поедем в Англию, я надеюсь, что мы выучим. Может еще в этом жизни. Анжела тут точно выучить. А мама под знаком? Под знаком вопроса. Под знаком вопроса. Как захочет. Не захочет, не выучит. Насколько захочет, чтобы мои мозги прицюбали. Заставить ее, чтобы прицюбали. Заставлять или не заставлять, кто ее знает. Ну и что у нас получается? Здесь нужно еще больше. Добавим цветочки. Добавляем. О, прекрасно. И травку мулине возьмем. И сделаем травку с мулине. Вот такие у нас получились красивые и вкусные букеты. Второй букет. И третий букет. О, классно. В этом нашем канале Вы рассказал намятся. О, конечно. Ну, как увет. Продолжение следует...